Привет, друзья! Вы на Ньюсейдере, я Александр Кушнарь. Сегодня 12 мая, четверг. Украинский журналист Юрий Бутусов опубликовал в своем YouTube-канале видео, на котором, как он утверждает, украинские артиллеристы уничтожили с помощью американской гаубицы М777 российскую самоходную артиллерийскую установку «Акация». И это видео, конечно, носит в первую очередь иллюстративный характер. Это не первый факт применения американской гаубицы М777 украинскими военными на фронте, но это первый задокументированный на видео случай, когда это действительно происходит. Почему мы можем считать это важным событием? Дело в том, что война, которая сейчас идет на поле боя, на самом деле это не единственная война, которая происходит сейчас между Россией и Украиной в результате агрессивного нападения России на украинскую государственность. Речь идет еще о информационной баталии, которая на самом деле является не менее значимой в этом вот большом конфликте составной частью. Потому что в действительности, конечно, война выигрывается не только непосредственно орудием, но она выигрывается еще и на уровне психологическом. А для того, чтобы психологически сломать противника, нужно демонстрировать, что на вашей стороне есть передовое вооружение, которое обеспечит вам тотальное преимущество. И вот такая видеозапись, которую показывает Юрий Бутусов, безусловно, вселяет во врага страх. И заставляет его сдаться еще до того, как снаряды упали на его голову. И мы, конечно, можем доверять вот этой видеозаписи, потому что украинские информационные войска, а я их именно так назову, работают с самого начала российского вторжения просто-таки на самом высоком уровне. И мы видим, на самом деле, тысячи и десятки тысяч разных видео и фото, которые подтверждают эффективную работу украинской армии по российской военной технике. И все эти кадры ложатся в основу, в том числе и тех статистических сводок, которые делают независимые наблюдатели, такие как, например, Орикс. И Орикс именно по фотографиям смог подтвердить действительно вот то внушительное количество разрушенной российской военной техники, которую уничтожили украинцы. Да, конечно, фотографиями подтвердить тяжелее. И Орикс специально оговаривает, что на самом деле число уничтоженных единиц военной техники гораздо больше, поскольку лишь часть уничтоженной военной техники попадает на фото и видео. Но, тем не менее, мы можем посмотреть, что и у Орикса, на самом деле, в его статистике, число потерь российской армии сопоставимо с теми данными, которые нам дает Генштаб ВСУ в ежедневных сводках. Ну, например, по танкам, согласно данным Орикса, у России потерь более 600. Да, это половина того, что говорит нам Генштаб ВСУ, но ведь и не каждый уничтоженный танк попадает на фото, не говоря уже про видео. Теперь, почему на самом деле украинские информационные войска побеждают в информационном плане? Мы сейчас даже говорим не о том, что в целом Запад, безусловно, вот в этой информационной войне, очевидно, на стороне Украины, без всяких там видеозаписей даже с поле боя. Нет, здесь речь идет именно о тех видео, которые фиксируют непосредственно сражения на поле боя. Вот почему мы можем считать, что ВСУ и здесь побеждают, вот в этом вот информационном аспекте? Да, по очень простой причине. Просто потому, что видео уничтожения российской военной техники гораздо больше, чем с российской стороны. Если вы посмотрите различные телеграм-каналы России, то вы там не увидите такого количества реально подтвержденных случаев уничтожения украинской военной техники. Да, конечно, они там есть, и, собственно, Орикс на основании этих-то данных выводит данные о потерях украинской армии. Но, опять же, это не сопоставимо с тем количеством видео и фото, которые показывают украинцы. Те самые видео и фото, на которых видна уничтоженная российская военная техника и сам факт уничтожения этой техники с помощью различных украинских вооружений. Но, конечно же, сейчас, вот именно в этом эпизоде, который демонстрирует Юрий Бутусов, особенно важно то, что именно американская гаубица уничтожает российскую гаубицу. Мы имеем дело с артиллерийской дуэлью. Ну и чье орудие побеждает? Та армия и сильнее. Так работает восприятие зрителя. А понятно, что сейчас весь мир очень внимательно следит за тем, что происходит на поле сражения. И, естественно, информационная составляющая очень важна именно потому, что политики, военные, руководства, генералы по всему миру, которые сидят и на Западе, и на Востоке, и на Африканском континенте, и в Южной Америке, все смотрят за действиями сторон. Вот в этом конфликте пытаются понять, какая же страна ведет бой более эффективный. Когда, соответственно, все эти независимые наблюдатели, специалисты, которым предстоит оценивать реальную силу армии, видят, как украинская армия с помощью современных западных вооружений громит русскую армию, когда они видят многочисленные видео, подтверждающие, как это происходит. Естественно, что независимые наблюдатели делают и свои экспертные заключения по поводу того, чего стоит российская военно-техника, и чего стоит профессиональная украинская армия. Почему важно, что уничтожается именно российская артиллерия, я думаю, объяснять не нужно. Дело в том, что это самое главное сухопутное наступательное орудие вот в этой войне. И украинцы сейчас показали, что они готовы реально использовать те преимущества, которые дают им вот эти самые современные наступательные вооружения. И с технической стороны, что произошло? Мы имеем две установки. Это М-777. Дальность 40 километров, электронная система управления и, естественно, высокая точность. С другой стороны, Акация. Максимальная дальность 20 километров. И о точности я здесь не берусь судить, учитывая, что эта установка была произведена еще в советское время, или, по крайней мере, разработан. Ну и о чем тут говорить? У украинцев по дальности только преимущество в 20 километров перед вот этой самой Акацией. И в 16 километров перед самоходной артиллерийской установкой М-100С, которая тоже довольно-таки распространена сейчас в российской армии. Ну и естественно, что украинцы демонстрируют и врагу, и всему миру, что у них действительно есть подавляющее, просто смертельное преимущество и в технологии артиллерии, и в дальности артиллерии, и в точности артиллерии. И, естественно, противник ломается, в первую очередь, конечно, психологически, когда видит вот эти видеозаписи. А, между прочим, эта видеозапись очень интересная. Там показано, что снаряд артиллерии М-777 попадает именно точно прямо в Акацию. Взрыв происходит настолько сильный, что волна взрывная расходится примерно в радиусе на 50 метров. И понятно, что это означает прямое попадание, это означает детонацию боекомплекта. И, конечно, это по-настоящему вселяет оптимизм в украинцев и тех, кто их поддерживает. И, конечно, очень серьезно подавляет моральный дух тех, кто находится на стороне агрессора. Более того, обратите внимание, что Акация, которую сейчас уничтожила М-777, была произведена еще в 1960-е годы. И это не должно вызывать удивления. Дело в том, что у России действительно заканчивается военная техника, по крайней мере, вот та, которую можно было бы рассматривать в качестве более-менее современной. И в результате русские, как известно, вынуждены расконсервировать свою старую военную технику. На это обращают внимание и главное разведывательное управление Украины, который говорит, что Россия не может полноценно сейчас восстановить боеспособность выведенных из Украины военных подразделений, а из-за экономических санкций, которые наложили на Россию ведущие государства мира, российский военный комплекс не может работать в полную силу и восстанавливать утрачиваемый военный потенциал. не может производить в нужном количестве, а то и вообще ни в каком, вот ту самую современную военную технику теперь, ну и не может ремонтировать ту, которая была выведена из строя. Потеряв во время войны в Украине значительную часть своего военно-технического потенциала, россияне уже вынуждены поставлять в подразделения, которые понесли огромные потери, технику и вооружение, которые были произведены и разработаны 50-60 лет назад, говорится в отчете украинской разведки. Тем не менее, сказано там, такая ситуация совершенно не смущает российское руководство, и оно вооружает этими расконсервированными, старыми, боевыми единицами свое пушечное мясо, надеясь на то, что вот эта техника, которая ржавела на российских и ранее советских складах десятилетиями, и которую не захотели покупать даже страны Третьего мира, может принести какую-то пользу на Украинском фронте, что, конечно, является совершенным заблуждением. И вот теперь, по данным украинской разведки, в апреле на Украинский фронт была переброшена следующая расконсервированная военная техника. Порядка 60 единиц самоходных артиллерийских установок, таких как М-100С и та же Акация, 15 систем ракетно-залпового огня Ураган и 11 единиц спусковых установок Точка-У. Теперь, резюмирует украинская разведка, проржавевшее и гнилое военно-техническое эхо кремлевского великого прошлого становится основой русского настоящего. Что ж, точнее и не скажешь, тем более, что с этими данными украинской разведкой коррелируют другие данные, которые изложены в американской газете Washington Post, в которой приводит слова министра торговли США Джинны Раймонд, заявившая о том, что американцы от своих украинских коллег получили следующую информацию. Оказывается, украинские военные, которые захватывают российскую военную технику или уничтожают и затем осматривают ее, выясняют следующее, что сейчас российская оборонная промышленность собирает военную технику на компьютерных чипах из посудомоечных машин и холодильников. То есть из-за санкций, которые наложены на Россию, у российского режима нет современных микроэлектронных компонентов. И это прекрасная иллюстрация того, сколько еще продержится российская военномашина, которая не имеет никакой подпитки, в то время как Украину поддерживает весь мир и в том числе и прежде всего Соединенные Штаты Америки. Спасибо, друзья. Оставайтесь с нами, подписывайтесь, ставьте лайки, оставляйте комментарии и поддержите украинскую армию через ссылки на организацию, вернее, живым, а также спецсчет Национального банка Украины. Там же вы найдете и ссылки на те ресурсы, через которые вы можете поддержать наш канал. PayPal, Patreon, банковский счет и другие. Я бесконечно благодарен вам за помощь. Благодаря вашей поддержке мы можем делать эти материалы и повышать их качество. Мир и здоровья. До скорого.